Как будем жить дальше? Зачем идти на единый день голосования? И при чем здесь наши дети? Это мой выбор. Я Юля Евтушенко. Давайте разбираться. Субтитры предоставил DimaTorzok и уточнить внесенные о себе сведения. Время работы по будням с 5 до 7 вечера, в субботу с полудня до 2 часов. В эту электоральную кампанию списки формируются непосредственно на основании регистра населения. Они будут уточняться вплоть до 25 февраля. 24 число – последний день, когда в дополнительные списки внесут тех, кто желает голосовать по месту проживания, не имея регистрации. Недопустимо фотографировать бюллетень заполненный и выкладывать эту информацию в общий доступ, в том числе в социальные сети. Это может быть воспринято как агитация. Вы реализуете свое право на участие в жизни страны. Вы реализуете свои избирательные права. У нас законом предусмотрено тайное голосование, поэтому здесь будем внимательны. Что еще нужно знать? Голосование на дому также будет организовано только 25 февраля. Если ваше место жительства и место регистрации не совпадает, и 25 февраля вы не сможете проголосовать именно там по месту регистрации, где вы включены в списки, то об этом стоит позаботиться заранее. Вы можете обратиться заранее, представить документы, подтверждающие, например, что вы проживаете в городе Минске, где у вас заключен договор найма, допустим, по такому-то адресу, и представить соответствующие документы заранее проголосовать. В Бобруйске успешно работает промышленность, развивается социальная сфера. Я выполнила наказы моих избирателей. Всего этого можно было достичь только в спокойной обстановке, когда энергия людей направлена на созидание. Я пойду на выборы, потому что люблю свою страну и хочу ей мира, добра и спокойствия. А вы? Изначально исполкомы и местные администрации ведут учет избирателей на основании данных регистра населения. После эти сведения передают участковым избиркомам. И уже их задача сверить данные. После уточнения идет рассылка приглашений на выборы. В списке включают белорусов, которым ко дню выборов исполнилось 18. Исключения лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также те, кто признаны недееспособными по решению суда. Я считаю, что это обязанность до каждого гражданина принять участие в выборах. Я рад, что наконец-то сам могу принять участие в голосовании. Я, конечно, со всей ответственностью буду подходить к голосованию, потому что понимаю, что от этого зависит будущее моего города и моей страны. Давайте тихонечко. Дальмерку не разбудим. Многодетные. Основа и фундамент нашей страны. Поддержка семьи в Беларуси. Ключевое направление социальной политики. Льготные кредиты, субсидии, семейный капитал, содействие в строительстве жилья. Я иду на выборы прежде всего потому, что мне важна судьба моих детей. Их светлое, мирное, обеспеченное будущее. Я и дальше хочу жить в государстве для народа. А вы? На участке избиратели получают бюллетени на основании списка, предъявляя участковой комиссии, паспорт, ID-карту, студенческий, пенсионный или права, военный билет, удостоверение инвалида, справку органов внутренних дел, подтверждающую личность. Граждане России – вид на жительство. Кстати, получить бюллетень и проголосовать по биометрическому паспорту во время единого дня голосования нельзя. В таком виде документов не указано отчество. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля. Участки в этот период будут работать с 12 до 19. Проголосовать на дому можно будет только в воскресенье 25 числа. 265 кандидатов в палату представителей и 18 802 кандидата в местное сове депутатов. И все эти люди приступили к агитации, то есть к тому самому важному этапу избирательной кампании, когда они должны объяснить будущим своим избирателям, кто они, что они хотят делать, выступить по телевидению, довести информацию через средства массовой информации, как печатные, так и электронные, собрать массовые мероприятия, какие-то встречи в помещениях, массовые мероприятия в виде пикетов. Таким образом, все эти действия позволят определить исход этой кампании, позволят определить тех людей, которые войдут в представительные органы власти. После единого дня голосования мы избираем Совет Республики. 4 апреля будет проходить это событие. Таким образом, 56 членов Совета Республики будут избраны. И после этого будут проходить выборы делегатов Всебелорусского народного собрания. Электоральная кампания 2024 станет крупнейшей за всю историю независимой Белоруссии. Главный герой на выборах, конечно, народ. Именно он решит, кого наделить полномочиями принимать важные для страны решения на ближайшие 5 лет. Мы должны правильно сделать выбор и обязательно пойти в день голосования, проголосовать. Это наш долг, это обязанность каждого белоруса. При голосовании я буду обращать внимание на то, что предлагает нам депутат. И, конечно, для меня очень важно, чтобы наш город процветал и становился еще лучше. Поэтому 25-го числа я пойду на голосование. Абсолютно важно принять участие в выборах, высказать свою гражданскую позицию и поучаствовать в решении судьбы государства. От этого зависит напрямую будущее государства, направление его развития в различных сферах социальных, экономических, во всех направлениях. Самое главное, что, ну, я думаю, что депутат, как и все понимают, это должен быть глаз и слово народа. И, ну, в любом случае общение с народом и честность, открытость. Я думаю, это самое главное качество. 25-го числа я пойду голосовать, проголосую, потому что это решается судьба нашего города. Депутат, он должен думать, в первую очередь, о народе, помогать людям решать их вопросы социальные, ну, честно быть, открытым. Каждый мой новый день начинается с запаха свежего хлеба. Он символ счастья, изобилия и независимости. 25-го февраля станет определяющей датой в развитии нашего государства. Она даст импуть для развития нашей любимой Беларуси. Я приду на выборы, а вы? Гражданам предстоит избрать депутата всех уровней и сформировать состав Совета Республики. В Палату представителей 110 человек, в Местные Советы свыше 12,5 тысяч. Беларусы сами решают, за кого голосовать. Незыблемый принцип – свобода воли изъявления. Субтитры создавал DimaTorzok